В очередной раз главная книжная сокровищница Бреста, магазин «Дружба», встречала гостей. Литературно-музыкальный вечер открыл череду мероприятий, которых, как говорят организаторы, в этом году будет немало. Темой необычной встречи стали всеми любимые калятки. Традиция празднования является ярким примером сохранения исторического и культурного наследия. Наша встреча сегодня посвящена такому празднику, как калятки. И хотелось бы, конечно, чтобы больше людей узнало, как это все происходит, как сейчас, на данный момент, молодежь празднует этот праздник. Хотелось бы приобщить как можно больше детей, чтобы не забывали свои корни, потому что только в корнях наша сила. Знакомство с поэтами и писателями, представление литературных новинок, беседы о современных тенденциях и направлениях – все это сотрудники книжного магазина «Дружба» включили в программу литературно-музыкального вечера. Однако и это были не все сюрпризы. Особым подарком для гостей праздника стали калядные песнопения. Музыка и письменность связаны тесно. Я считаю, что для нашего хора мы как бы дополняем письменность, а письменность их дополняет. Студенты-то молодые. То есть, как бы это, можно сказать, даже момент идеологии, воспитания нашей молодежи. В современной белорусской литературе сохраняется верность народным традициям. Писатели и поэты Брещины продолжают радовать жителей региона качественной литературой, особое место на страницах которой отводится этносу и фольклору. Ведь народная литература – литература о людях. Что такое народная? Это значит о людях, которые вокруг тебя, и для людей, которые рядом с тобой. А для кого еще писать? Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.